Вот и отгремели новогодние салюты. Наступил 2022 год. Пользуясь случаем от всей души хочу вас всех поздравить с этим замечательным праздником. И, конечно же, представить человека, который сидит в нашей студии. Человека, без которого ни один Новый год не случился бы. Дамы и господа, в нашей студии Дедушка Мороз! Здравствуйте, Дедушка! Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои! Безумно рад вас видеть. Я тоже вас очень рад видеть. Я с большим удовольствием встречаюсь с вами. Я вообще люблю встречаться с людьми, играть с ними, особенно с ребятами, дарить подарки. Ну и, конечно, спрашивать, какие же планы у людей на следующий год, что они хотят сделать, что они хотят полезного сделать для себя, для страны и так далее. Какие самые интересные планы вы слышали за всю свою карьеру? О, планы разные бывали. Допустим, в прежние времена, когда еще космос был плохо изучен, малоизвестен, ребята все хотели быть космонавтами. Вот они хотели бы слетать на какую-то планету, увидеть там, потому что планеты были для них неизвестны, все были обитаемы, как будто там кто-то жил. И вот они собирались туда слетать. Вот такие вот планы. А сейчас детишки хотят стать блогерами, да? Сейчас детишки, если взять их рассматривать как детей, они такие же. Ничего особо не изменилось. Но другое время, что диктует вот наша эпоха некоторые другие условия. Сейчас детей бывает не оторвать от компьютера. Они все ходят с этими гаджетами, что-то там смотрят, что-то разгадывают, посылают мессенджеры туда-сюда. Так что вот в этом плане, конечно, другие стали дети. Но вы их все равно любите? Ну, люблю я их и буду любить, потому что дети всегда одинаковы в душе. Они всегда готовы поиграть, они всегда готовы, может быть, и пошалить. И за это я их люблю. Дедушка Мороз, скажите, 2021 прошедший год, он у нас ознаменовался тяжелыми условиями пандемии. Многие ушли на удаленку. Расскажите, как вы пережили этот год. Тяжело ли вам было? Да, вы правы. Конечно, прошедший год был непростым в связи с пандемией, с ограничениями, которые вынуждены мы. И это обязательно нужно было делать, соблюдать эти все ограничения. И масочный режим, и дистанционные, так сказать, тоже положения всякие там. Я имею в виду, чтобы люди как можно меньше болели, чтобы они соблюдали эти правила. И, естественно, я тоже каким-то образом к этому причастен. Потому что, во-первых, я своему зверям в лесу объясняю все это, чтобы они соблюдали тоже. Но у меня несколько выгодное положение, чем у людей, особенно у ребят. Я постоянно нахожусь на удаленке. Я живу в лесу. Я с ребятами встречаюсь только один раз в году. Это на Новый год, когда приношу им подарки, когда я с ними играю, когда веселимся около елочки. И надо сказать, что вот эта нехорошая, я ее назову таким словом, пандемия, внесла свои коррективы в наше веселье. К сожалению, сейчас большие хороводы вокруг елочки не проводятся в избежании всяческих неприятностей. Но, тем не менее, Новый год остается, игры остаются, остаются и, может быть, разные фотографирования с Дедом Морозом около елочки на память, с родителями, с друзьями. Это все будет. Это было всегда. У вас просто прекрасный график. Сутки через 364, да? Да, да, да. А чем вы занимаетесь на удаленке? О, это очень сложный вопрос, потому что заниматься на удаленке, это только кажется, что вроде бы ты один находишься, но задач очень много. Вот смотрите, у меня вот мешок, он волшебный. Я в этот мешок складываю подарки для детей, а подарки я складываю не просто так. Так, ребята очень часто присылают мне письма, они спрашивают, они просят даже меня. Вот такой-то, такой-то подарок я бы хотел получить на Новый год. Я стараюсь всячески им помочь. Поэтому я вот как раз, находясь вдали от них, продумываю это. Я продумываю не только подарки, но и игры. Ведь мне нужно побывать на многих, на многих елочках, которые всегда горели и будут загораться во всех организациях, в школах, в театрах и так далее. Вы столько мероприятий успеваете посещать. Это же нужно прийти, приехать, подняться на этаж, вот как, допустим, в нашем случае. Да, да, да. А вы, Дедушка Мороз, уже очень давно работаете в этой сфере. Я бы хотел узнать, каким образом вам удается поддерживать физическую свою форму в таком хорошем состоянии? Ну, я думаю, тут большого секрета нет, чтобы поддерживать физическую форму. Во-первых, нужно знать и соблюдать какой-то режим определенный. И потом не забывать и о спорте, в силу возраста, конечно. Это и прогулки, это и, может быть, даже какие-то восхождения на горке и так далее. Это все нужно. И в то же время режим требует, чтобы и нормальный сон был, нормальное питание и так далее. А чай с медом вы любите? О, это мой любимый напиток, чай с медом. Вот, я его пью круглый год и каждое утро, потому что это дает мне заряд на весь день. Дедушка Мороз, скажите, в этом году были введены QR-коды везде. Куда ни пойди, нужно показывать, продемонстрировать свой QR-код. Вы вакцинировались, вы получили QR-код? Обязательно, обязательно. И я даже вам скажу, что я на время покинул свои владения, пришел в поликлинику и сделал вакцинацию. Что и советую всем это сделать. Теперь, значит, я жду, когда будет ревакцинация. И отношусь к QR-коду нормально. Другое дело, что, конечно, это, возможно, вносит какие-то неудобства в жизни. Где-то там кто-то забыл что-то такое, телефон или чего-то. Не докажешь, что ты сделал прививку и что у тебя есть QR-код. Где-то еще кто-то так, некоторые, может быть, даже возмущаются тем, что вот меня требует, я пришел туда, допустим, в магазин за покупками. Но к этому надо относиться спокойно. Это, я думаю, пройдет. И даже я где-то так в интернете слышал, что хотят QR-код заменить чем-то другим. Как какой-то другой придумать гаджет, что ли, в этом смысле. Который не забудешь. Да, который не забудешь и не потеряешь. Возможно, это сделают. Это будет тогда очень удобно. А пока, дорогие друзья, давайте будем мы придерживаться то, что есть. То, какие условия нам диктует жизнь. Это точно. Не стараться не забывать. Да, обязательно. Дедушка Мороз, у меня вот, я, слава богу, с вами сегодня встретился, всегда был такой вот вопрос. Снегурочка, она ваша внучка. А кто ее родители у Снегурочки? Ну, этот вопрос, я бы сказал, философский. Потому что надо относиться к персонажам Деда Мороза и Снегурочки с пониманием того, что в этом много мифологии. Мифология предполагает, что персонаж какой-то может появиться не обязательно, а когда известные мамы и папы и так далее. Снегурочка, допустим, если мы вспомним историю, была сделана из снега. Вот, дедушка, дед и баба, бабка ее слепили из снега. Потом она ожила, потом она, значит, пошла и уже стала Снегурочкой. Вот, а писатели, драматурги, поэты, они подхватили эту тему и очень удачно. Допустим, Островский написал Снегурочка пьесу. Вот, далее, значит, очень этому поспособствовал кинематограф, который снял этот фильм, если вы помните, Морозка и другие такие новогодние темы в кинематографе. Вот, поэтому какого-то конкретного, ну, персонажа, который является мамой и папой Снегурочкой, мы сейчас называть не будем. Это мифологическое создание. Точно так же, как и Дедушка Мороз. Ну, я думаю, Снегурочка сейчас находится на отдыхе после напряженной трудовой недели. Давайте передадим Снегурочке привет. Надеюсь, она нас сегодня смотрит. Скажите, а как у вас отношения с вашим зарубежным коллегой? Он появляется каждый раз, возит газировку на грузовиках? Ну, вы имеете в виду Санта-Клауса. Ну, я его называю мой кузин. Это мой родственник, потому что у нас как бы одни корни. Это святой Николай, отсюда произошел Санта-Клаус. В разных странах по-разному его называют, а я вот Дед Мороз. И я к нему отношусь тоже очень спокойно. Мы встречаемся, обсуждаем наши планы. У него другая немножко сфера деятельности. Он выходит на улицу, гуляет, а я в основном вокруг елочки работаю. Вот такие вот образы. Понятно. Судя по бюджетам рекламным, которые выделяют своей компанией газировочной, Санта-Клаусу, он неплохо так зарабатывает. Я вот хотел узнать, а сколько наш российский родной Дед Мороз зарабатывает? Я вам скажу так, что Санта-Клаус, он в некотором роде бизнесмен. И поэтому он свой имидж, так сказать, использует более широко. И в рекламе, и, так сказать, в живьем появляясь. Но у меня более скромные задачи. Я человек скромный, я не лезу в объектив. Я стараюсь как можно меньше быть каким-то публичным человеком круглый год. У меня очень такая специфическая, я бы сказал, узкая задача. На Новый год веселить взрослых и детей. Ну, а что касается какой-то коммерческой стороны, ну, если, допустим, мне подвернется какое-то дело, я не откажусь и сняться, и побеседовать, как я вот беседую с вами и со всеми зрителями. Но я не преследую каких-то материальных благ. Ну, и вы, наверное, на пенсии, да, уже? Я уже на пенсии, да. Государство обо мне заботится. И спасибо, я доволен. Поэтому пережать нечего. Нечего, да. Дед Мороз в тепле, а дед обут. Это прекрасно. Дедушка Мороз, расскажите, пожалуйста, каким образом вам удается совершать новогоднее чудо? Одним своим появлением вы просто здесь создали такое огромное хорошее, доброе настроение. Как вам это удается? Ну, честно говоря, я не ставлю себе какой-то задачи. Вот сейчас я приду и всех буду удивлять. Просто Дед Мороз, Снегурочка появляются в Новый год. А Новый год для меня – это самый большой праздник, самый демократичный праздник. Тут никаких условностей. И самый веселый праздник. Вот эти вот три единства создают такое вот отношение к Деду Морозу. Потому что он приходит для того, чтобы веселить людей. А, так сказать, априори, я уже всех людей люблю. Я люблю маленьких, люблю взрослых, люблю всех, кто мне встречается. И я стараюсь им дарить радость. Когда у меня это получается, я очень доволен. Дедушка Мороз, говоря о чуде, вот у нас здесь стоит прекрасная новогодняя елочка. Мы не зажигали, не трогали до вашего прихода. Я бы хотел попросить вас совершить небольшое новогоднее чудо. И давайте ее зажгем елочку. Это очень просто. Вы, наверное, обратили внимание, что у меня в руке вот такой вот замечательный посох. Он волшебный. Он не просто так я с ним хожу и опираюсь на него. Он волшебный. От прикосновения этого посоха зажигается елочка. И больше того, я вам скажу по секрету. Те ребята, которые очень шалят, я их могу заморозить. Тоже прикосновением волшебного посоха. Какой кошмар. Надеюсь, я вел себя хорошо. Вы вели себя хорошо. Потому что я все еще не заморожен. Я думаю, что я не буду такого делать с вами. Вы очень хороший мальчик. Большое вам спасибо, что не заморозите меня. А теперь давайте попробуем зажечь нашу новогоднюю елку. Ну, давайте мы так, я попробую тогда встать. И таким вот образом произнесем с вами волшебные слова. Волшебные слова самые простые. Раз, два, три, наша елочка гори. Это вместе с вами начали. Раз, два, три, наша елочка гори. Вот мы волшебный посох. Большое спасибо, Дедушка Мороз, что вы пришли к нам на передачу. Спасибо большое за то, что рассказали о себе, о своем быте, о своей жизни. Спасибо вам. Колокольчики звенели звонко, время движется без устали вперед. По полям, долинам и проселкам к нам пришел на встречу Новый год. Не случайно он зовется новым. Он немало новых дел принес, Чтоб по всей стране, под каждым кровом, нашим людям весело жилось. На секунду только лишь молчание наступает в этот поздний час. Поздравляю вас, родные, с Новым годом. С Новым годом. С новым счастьем вас. С Новым годом. Ура. Ну и давайте попрощаемся с нашими зрителями. До свидания. Желаю вам, чтобы то, что вы задумали, что то, что вы хотели бы сделать в наступившем году, все свершилось. Удачи вам. Я присоединяюсь к поздравлениям Дедушки Мороза. Поздравляю вас с Новым годом. Удачи. Только вперед. Спасибо, Дедушка. Рад вас видеть. Рад вас видеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова